Внимание! Внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Критики складывается неблагоприятная радиационная расстановка. Семью обеспечения полной безопасности детей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в древней нашей населенной улице Киевской области. И вы знаете, недавно у нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. На сегодня 299 человек был стипализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. Огромную долю работы и ответственности взяли на свои плечи партийные, советские и хозяйственные органы Украины и Белоруссии. Всем привет! Сегодня будет для вас видос, возможно, не с лучшими новостями, но, по крайней мере, я надеюсь на то, что он получится интересным. Сделаем для вас историческую такую экскурсию. Поездка в Чернобыль. С чем это связано? Ну, на данный момент в Чернобыле не очень приятные новости. Там сейчас горят леса, горят поля. И это, конечно, немножко беспокоит, потому что мой город, в котором я живу, находится совсем рядом возле этого всего. И, конечно, хотелось бы, чтобы эту проблему решили. Мой знакомый собирает сейчас пожертвования на помощь пожарным. Я решил в этом поучаствовать. И еще нас пригласили даже съездить на атомную станцию и подснять материал. Я, в свою очередь, сразу отказался ехать туда, по той причине, что я очень занятой, у меня много дел. На самом деле, я очкую. Ну, короче, я реально туда ехать не горю желанием. Но угадайте, кто вызвался. Кто говорит, я поеду 100% и вообще дай мне камеру, и все будет классно. Вы дали? Нет? Едет Рома. Я ему дам камеру, он все подснимет. Отрезут они пожарным ранц или, ну, короче, какие-то принадлежности. В общем, ну, это не все расскажут вам в видосе. В общем, смотрите. Надеюсь, вам будет интересно. Так что приятного просмотра. Надеюсь, будет интересно. А я сказал, что я очень занятой, на самом деле, очкую. В общем, Дима, расскажи, что вообще происходит и куда вы будете ехать? Друзья, из Украины особенно. Для тех, кто знает, в Чернобыле очень сильно горят леса. Власть говорит о том, что пожары потушены. Завтра мы вместе с Ваней, ну, хотелось бы с Ваней, но мы с Ромой покажем о том, что костры есть. Но мы, на самом-то деле, собирали на нужные вещи. Это ранцевые огнетушители для пожарных, для того, чтобы вот эти локальные пожары можно было удобно тушить. А я думаю, что вы там собираете? Мы не могли дособрать денег. Покажи нам. Вот так вот выглядит один, ну, мы его не будем распаковывать. Что здесь? Здесь опырскиватель, здесь удобные все подставки. То есть пожарный, ложат их на спину, идет и дует. Друзья, благодаря Ваням. Это ладно. Жертвуют на вот это. Там люди много кидали, собрали. Круто. Мы, кстати, вот и маски тоже туда везем. В общем, доброе дело, Рома сейчас поедет. Всем доброе утро. Вот для вас прошло мгновение, для нас прошла целая ночь. Уже Димон подъезжает, мы уже собираемся ехать в это богом забытое место. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Друзья, на этом наш путь на машине заканчивается, потому что в сам Чернобыль мы поедем на электричке. Мы вчера об этом говорили, но я еще раз повторю, что дальше мы будем на электричке. Дальше машинам въезд запрещен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мы сейчас находимся на пожарной части, прямо при Чернобыльской АЭС. Вот здесь нам проведут экскурсию. Въехали мы сюда где-то полчаса на электричке. Ну, я вам скажу, пока особо не ощущается, что мы приехали в 80-е. Ховдик, ну ты никогда бы на такое не решился, но зато я сделал такую фоточку. Ребята, вы же поняли, на самом-то деле у Вани нету дела, Ваня просто, ну, как бы, засал по нашему. А я даже борюсь со своими страхами. Залез на высоту и сделал крутые фотки. Спасибо, Ваня. Но пожарным мне так и не быть. Смотрите, я спускаюсь, как чуть-чуть человек с ножичком поранен. А я бы прыгал. Не, я и так рад. Супер. Новый бомб. Сейчас мы подойдем к одной интересной машинке. Ванек, надо на тест брать. Да, можете залезть. Вы же здесь сейчас. Она работает вон, если вы будете ходить или нет. Андрюха, ну-ка, подержи. Я в такой штуке никогда не сидел до этого. Так, дальше сюда. Это у меня клаустрофобия, я сюда залажу. Это жёстко. Не, ну я, короче, сюда бы не залез. Если бы я был... У меня, во, уже голова третит, а я сижу. Прикольненько. Ну, мне, да, то, что я высокий. Тебе будет нормально сидеть. Перископы разные. Вылазим. Танкист. Сидячий танкист. Вылазь, давай. Танкистом бы не стал со своим ростом. Ну, ничего страшного, тебя бы запихнули, поверь мне. Тебе запихнули. Смотрите, Рома уже вылез. Макс, ты говоришь, что таких две лестницы, да? Да, да. Вот эти две лестницы и вытяжки в Украине, это штаб, это наша маршрутка, когда у Холдика будет 5 миллионов подписчиков, мы на ней прокатимся по Чернобылю. А пока, вот, такая лестница, таких всего две. А что такие они делают, просто лестницы? Это лестница, в общем, как была, коммунитарная помощь с Америки. С Америки, да? Сколько метров? 90 метров, прикинь. Стрела. Все, нас спалили, блин, бежим. Давай, залазь. Как я не люблю так лазить. Рюкзак надо было отдать. Не-не-не, фотку просто АС надо сделать. Да-да-да, вот она, саркофаг. Вот сама атомная станция. Вот оно все так, ребята, выглядит. Ну, реально, здесь время застыло. И просто, типа, ничего, ничего здесь не развивается. Все старое, все ржавое. Ну, еще где будем, я вам все покажу. Ну, что, у нас теперь охрененные проблемы, нас привели в часть. Буду сейчас допрашивать. Особенно тебя, Кудрявый. Да. И, ну, мы оставим здесь служить. Да, мы не просекли, что я не служил в армии. Не все равно, что я служил где-то там. Служил в тюрьме. Да, что я служил и в тюрьме, оставляют меня сюда пожарником. Тем временем, наши фотографии уже здесь. Да, наши уже здесь, вот. Значит, я. Но на самом-то деле, на самом-то деле. Вот Дима. Да. И вот кубки наши. Да, уже кубки, да. Уже заработали. Мужики, здрасте. Здравствуйте. Христос воскрес. Да, да. Христос воскрес. Олег, который был так и устал, так... Я поднимаю, отец. Ну, что эти все жесткие, жесткие же пошатые люди. Смотри, а то в ломку заберут. Он списан полностью. Благодарю. У всех, кто погиб. Да. Ромки, да. Наша часть травмы. Музей, пойдите, вот. Дорогие, это музей памяти. Кстати, в этой части нельзя включать музыку, она начинается травмой. Это все знаки разных журналах машин, которые передали. Мы только поставили ее на пузыр. Это Моркей из Чернобыльской зоны. Мы сейчас находимся вот здесь. Вот здесь реактор. Сейчас будет построение. Вы что ли с таким хуясом? Вот. Это подарки от Димы. В общем, собирались в ресторан. Ну, Дима рассказывал. И будет сейчас построение официальное вручение. Дима, поправь меня, если что-то не так стоило. Да ты все правильно сказал. Но на самом-то деле, я буду сказать, это такой мизинг, который мы можем сделать. Но это обязанность каждого из нас. Спасибо большое за вашу работу. Мы таким с минимальным подарком. Вот наш Максим, друг в Инстаграме, мы за два дня собрали и два ранца вам купили. Ну, там, надеемся, что они вам помогут. Мы теперь понимаем, будем с вами в контакте. Если там будут обострения, мы будем собирать и будем с вами дружить. Ну, реально вам, мужики, почтение и уважение. Спасибо. Спасибо большое. Не проспектно. Перезнимайте. А как же, все в панике в коронавирусе, а паника ближе, чем мы думаем. Так, вопросы есть? Все, в караулы разойдемся. В общем, все. Теперь мы со своей задачей справились. Особо никуда здесь походить нельзя, потому что, как будто все запрещенное закрытой территорией. Вот куда мы вот не попали. Вот, можете посмотреть, в каком состоянии сейчас здесь. Ну, и вот такой вот Чернобыль весь. Так, смотрите, сейчас я... Это, получается, вокзал здесь. Будем уже двигаться назад, выдвигаться. Опа, а мы заходим. Смотри, дверь. Теперь будем ходить. Прощай, Чернобыль. Дай бог, чтобы здесь скорее прошла вся вот эта вот радиационная движуха. И скорее бы здесь уже смогли жить люди, поселяться и все эти моменты. Действительно, это большая трагедия для страны. Побывать здесь, ну, я бы не сказал, что должен каждый, но помнить об этой трагедии вы просто обязаны. Куда-куда? А, вот сюда? Вот так. Ладошки. А, ладошки? Ну... Рома не понимает. Вот так вот руки, вот так вот ноги. Ты ради... И вот так вот ты выходишь. То есть проверяет, радиационный ты или не радиационный. Ну, Рома пока радиационный. Все, она стрельнула, отстрельнула. И ты выходишь. И теперь мы так же делаем. Оп, сделаем. Давайте, пацаны. Я чистенький. Максим, я не понял, как ты делал. Становишься сюда, лицом сюда. Ладошки вот так вот. Да, и пока не пикнет. Все. Я жир. Я быстро. Что это, кто быстро делает? Так меня центнер надо проверить. Что? Что на руках металл? Не-не. Весовый. Тебя на радиацию проверяют, а не на металл. Все, все, проходишь. А Андрюха не проходной. Мы его оставляем. Да, нет. А, я же не это все. Вот такой вот страшный аппарат. Он меряет радиационный фон при выходе из зоны инопрекции. У нас еще один такой аппарат будет, которым нужно провериться. Я этого не знал, поэтому сейчас вот такая вот еще перебивочка. Не-не, я думаю, что это уже не надо. Надо, надо. Все же проходит. А что нет? Конечно. Это те люди, которые выходят отсюда. А мы куда? А мы оттуда выше. А, да? Да. Ну, я уверен, что сейчас нас отправят сюда все-таки. Не-не, мы уже прошли там. Мы уже прошли там. Ну, мы будем тут, да? Что вы? Нас в пожарной заберут. Мы пришли, привезли им подарки. Нам стали тут подождать. Бери камеру. Теперь уже злой дядя полицейский сказал убрать камеру, потому что я уже немножко обнагрелся снимать. Вот. Уже мы на вокзале находимся и будем отправляться назад в Солутич. Вот. А оттуда уже домой. Вот такой вот получился выпуск. Может быть, в конце Ваня от себя еще что-то добавит. Спасибо больше Диме. Пока, Холбик. На самом-то деле, друзья, Ваня был вместе с нами, и он остался там на сутки. Это вы увидите в следующей серии. После миллиона просмотров. Не, ну это вообще не по-человечачьи. Алло. Я все снимаю на камеру. Итак, 24 часа выживания в лесу начинается с этого момента. Меня оставил один известный человек. Без имен обойдемся. Просто на дороге. Капец.